Добрый день, уважаемые коллеги! На сегодняшний день все больше увеличится заболеваемость и смертность больных, страдающих гепатоцеллюлярным раком. Так, к 2040 году по статистике заболеваемость и смертность увеличится более чем на 60%. Здесь представлена классификация, в которую внесены существенные изменения. Это, как уже Павел Васильевич говорил, касается лечения больных с промежуточной стадией. Это группа больных, в которой включает в себя весьма гетерогенных пациентов с различным объемом поражения печени. Они разделены на три группы. Первая группа больных с ограниченными опухолевыми узлами по размерам, которые подходят для трансплантации печени. У этих пациентов может выполняться трансартериальная киммуляция в плане понижения стадии. И группа B – это как раз та группа, которой показана трансартериальная химиомболизация. И третья группа выделена больных с диффузным мультифокальным поражением, как правило, билобарным. Этой группе больных рекомендовано системное лекарственное лечение. Также трансартериальная киммуляция может применяться и у пациентов с ранней стадией заболевания, которым по тем или иным причинам невозможно применение радикальных методов лечения. Согласно клиническим рекомендациям 2022 года, трансартериальная киммуляция рекомендуется в качестве самостоятельного палиативного лечения пациентам ГЦР при незиктабельном неоперабельном процессе, без инвазии магистральных печёночных сосудов и без непечёночного наличия проявления заболевания. В комбинации также с другими методами локального или системного воздействия, а также и в период ожидания трансплантации для улучшения контроля роста опухоли. По рекомендации МЦРС абсолютными противопоказаниями к проведению химиомболизации является нарушение функции печени ЧЛП-БЮС, плохое функциональное состояние ЭКОК-2 и выше, тромбоз ствола воротной вены и противопоказания к артериографии. Это коглопатия, тяжёлая почечная недостаточность. Среди вариантов трансартериальной химиомболизации наиболее часто применяется масляная трансартериальная химиомболизация и химиомболизация насыщаемой микросферы. Также применяется баллон-ассистированная химиомболизация, ещё есть публикации, указывающие на применение при химиомболизации эмболизирующего агента деградируемых микросфер из крахмала. Но в России эта технология отсутствует. В настоящее время в литературе всё большее количество публикаций, посвящённых комбинированному применению трансартериальной химиомболизации и различным вариантам сочетанного применения различных вариантов лекарственного лечения. Инициированы и ведутся протоколы сочетанного применения трансартериальной химиомболизации и системного лекарственного лечения. Сочетанное применение ленвотениба и трансартериальной химиомболизации позволило увеличить общую выживаемость до 17,8 месяцев. Частота объективного ответа 54% при комбинированном лечении против 25% при монорежиме ленвотениба. Применение трансартериальной химиомболизации у больных в промежуточной стадии, по данным литературы, медиана выживаемости варьирует от 20 до 35 месяцев. В представленной публикации медиана выживаемости больных ГЦР составила 22 месяца. Пример эффективности применения трансартериальной химиомболизации у пациентки с солитарным опухолевым узлом, в кровосложении которого применяются две таргетные артерии. Была выполнена поэтапная очередная эмболизация таргетных артерий. Мы видим при контрольной артериографии отсутствие контрастирования опухолевого узла, при контрольном МРТ-исследовании тотальный некроз по Эмрицист. Другая ситуация. Множественное белобарное поражение по последней классификации, барселонской классификации, это стадия B3. В этом случае мы применили комбинированное лечение системное лекарственное и поэтапное сеанса трансартериальной химиомболизации с интервалами 4-5 месяцев. Пациент получил объективный ответ, пациент прожил с момента эндоваскулярного лечения 24 месяца. Это последний этап выполнения химиомболизации опухолевого узла в четвертом сегменте печени. Применение артериальной химиомболизации насыщаемой микросферами было выполнено у 470 пациентов. Всего было выполнено 792 сеанса трансартериальной химиомболизации. Пациенты с сирозом составили более 71%. Результаты. 1 год. Выживаемость 1-летняя 76%, 3-летняя 37%. Медиана выживаемости 24 месяца. Также трансартериальной химиомболизации мы применяем у пациентов, находящихся в листе ожидания трансплантации печени. Это пример эффективного лечения пациента с единичным опухолевым узлом. На первом этапе был первый сеанс трансартериальной химиомболизации наибольшего опухолевого узла, локализующегося в левой доле печени. При контрольном исследовании через 3 месяца был выявлен продолженный рост в основном опухолевом узле, была выполнена повторная эмболизация. Также отмечался рост опухолевого узла в 8 сегменте печени с 8 до 12 мм. Была выполнена раздельная эмболизация обоих опухолевых узлов. В последующем пациенту была выполнена трансплантация печени, время ожидания 7 месяцев. Трансплантация печени после эффективного и устойчивого понижения стадии ГСРД и Миланских критериев увеличивает выживаемость. Так, 5-летняя безрецидивная выживаемость составила 76% в контрольной группе 18%, а 5-летняя общая выживаемость 77,5% в контрольной группе 31%, что достоверно. Также здесь пример эффективного применения трансартериальной химиоболизации у пациентов в плане комбинированного лечения, в плане снижения стадии болезни. Из 5 пациентов, которые были включены в протокол, у 4-х мы достигли полного ответа, у всех достигли полного ответа, и у 4-х по данным морфологического исследования отмечался полный патоморфоз опухоли, тотальный некроз опухоли. Также следует помнить и о пациентах после трансплантации печени, у которых рецидивы могут возникать в 6-20% случаев. Таких больных становится все больше, которые попадают с рецидивами после отопической трансплантации печени. Наиболее часто рецидивы возникают в легких костях и в аллатрасплантате печени. Из 50 больных, которые находились у нас под наблюдением, у 18 было опухолевое поражение аллатрасплантата печени. Показанием для выполнения трансплантальной химизации служило наличие прогрессирования ГЦР в виде изолированного или доминантного поражения аллатрасплантата печени с признаком отрицательной динамики на фоне проводимого системного лечения. Как правило, при выявлении рецидива в аллатрасплантате печени этим пациентам невозможно выполнить какого-либо радикального лечения в связи с тем, что определяются множественные белобарные поражения. Пример эффективности трансплантальной химизации у пациента с прогрессированием в аллатрасплантате печени. У пациента возникло прогрессирование спустя 3 года после трансплантации в виде появления единичных очагов. Пациенту было применено комбинированное лечение в виде резекции, атипичной резекции, радиочасотной аблации и системного лекарственного лечения. Однако спустя 2,5 года вновь наступило внутриорганное прогрессирование с наличием множественного белобарного поражения на этом этапе. И начиная с этого этапа пациенту было выполнено 3 последовательных сеанса трансартериальной химизации. Время, интервал между 1 и 2 моболизацией 7 месяцев, между 2 и 3 и 1,5 года. Пациент в общей сложности с момента трансплантации печени прожил 10 лет и 6 месяцев, с момента рецидива заболевания 7 лет 8 месяцев. На слайде МРТ исследования показан частичный эффект после выполнения первого сеанса трансартериальной химии моболизации. Медиана общей выжимаемости от момента артопической трансплантации в группе больных, которым выполнялась трансартериальная химизация, составила 42,7 месяца. А медиана общей выжимаемости от момента прогрессирована 17,2 месяца. И в заключении, трансартериальная химизация является важным компонентом в лечении больных ГЦР и в плане комбинированной терапии может применяться практически на всех этапах, расширяя возможности потенциально радикальных методов лечения. Химизация – эффективный метод лечения, позволяющий достигнуть понижения стадии мухолевого процента и осуществить локальный контроль у больных, находящихся в листе ожидания на трансплантацию печени. Выбор наиболее оптимальной лечебной тактики у больных ГЦР должен определяться мультидисциплинарным консилиумом. Важно строгое соблюдение критерия включения и исключения пациентов и стратификация больных до проведения определенного вида лечения. Благодарю за внимание.